Не заткнете рот всей России, всему народу. Рот не заткнете. Не получится у вас заткнуть рот, понимаете? Не надо преследовать по политическим мотивам. Надо регистрировать Грудинина. Не заткнете. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что сегодня происходило на акции и почему вас задержали? Во-первых, начну с того, что как только я подъехал к месту проведения акции, назначенному Валерием Рашкиным, я сразу же увидел полицейские заборчики, которые они выстроили. В общем, часть народа просто отцепили и не дали пройти на место встречи. Далее мы немного подождали, постояли там и увидели выходящего Валерия Рашкина, который повел народ, собравшийся к Центральной избирательной комиссии. Мы пошли за ним, встали там и после этого туда подъехали автозаки с полицейскими и начали какие-то абсолютно хаотичные, как это бывает у нас на протестных митингах, задержания. То есть, абсолютно, ну, зачастую просто ничем не мотивированные, ну, просто схватить, лишь бы кого-то схватить. Ну, хорошо, вас задержали, что происходило дальше? Нас задержали, посадили в автозак, набралось 9 человек в автозаке. Начали там нас мариновать как-то, ну, просидели мы там где-то полчаса минимум, может даже час, и после этого повезли в ОВД Тверской. Вот. При этом, после того, как нас задержали полицейский зачем-то, ну, попросил у нас паспорта, видимо, для записи каких-то своих. Вот, мы ему их не предоставили, только по приезду в ОВД Тверской мы перед выходом из автозака дали на запись просто свои паспортные данные. А скажите, акция же была немногочисленная, да? А на акции присутствовала, ну, по моим, я не знаю, если честно, мне очень сложно так оценивать, ну, по моим ощущениям, где-то 200-250 человек, возможно, было. А на что вы рассчитывали? Действительно ли вы думали произвести какое-то впечатление, дано администрацию президента, призывая допустить Грудинина до выборов? Ну, во-первых, смотрите, это была встреча не только в поддержку Павла Грудинина, это была встреча, в принципе, за честные и чистые выборы, как это было заявлено Валерием Рашкиным. Мы видим то, что творится сейчас на предвыборной кампании, вот эта всю грязь, абсолютно неприемлемые какие-то вещи, когда кандидатам просто не дают агитировать, их снимают, пытаются снять с выборов, как, допустим, пытаются снять с выборов Николая Бондаренко еще теперь. Недавно, вот, допустим, у Евгения Ступина прошла встреча с участием кандидата Сергея Курганского, у кого я работаю в штабе, и там на встрече просто беспределили провокаторы, и мы все понимаем, что это связано именно с предвыборной кампанией, такая активизация вот этих вот организаций молодежных, так называемых, которые участвуют во всем этом. Вот это все, это, ну, неприемлемо, и мы хотим, чтобы выборы не были окрашены в цвет грязи, вот то, что сейчас пытается сделать власть.